МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на ТНТ. В студии Артем Рахматолин. Здравствуйте. Поездка на тот свет. Сегодня в городском суде начался процесс над участником резонансного ДТП. Напомню, в аварии, которая произошла прямо в новогоднюю ночь, в районе дамбы второго пруда погибли два пассажира иномарки. Водитель выжил и сейчас предстал на скамье подсудимых. Репортаж Евгении Кокшаровой. Спустя три с половиной месяца после аварии в зале суда Юлия, единственный выживший пассажир с ужасом, вспоминает новогоднюю ночь 2013. Он отмелением, он поехал сразу на выезд из города. Когда мы приехали мимо стола, мы все нашли, Юрга, зверь, кричать ему. Ты куда гонишь? Мы просто не ссеном. На скорости нам было так страшно. Тогда Юлия с подругой Рената ехали в машине с двумя знакомыми молодыми людьми. Трагедия случилась в районе дамбы второго пруда. Водитель, а теперь обвиняемый 26-летний Алексей Крючков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. Автомобиль «Хонда Вигор» на большой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в столб. 21-летняя Рената Саматова погибла сразу на месте аварии. Почти спустя месяц в больнице отравл скончался еще один пассажир – Давид Арутюнян, друг подсудимого. Потерпевший, единственный свидетель произошедшего, Юлия, утверждает, что все втроем они не раз предупреждали пьяного водителя. Мы ему говорим, да ты несешься, остановись, мы хотим выйти. Мы его просили все втроем и кричали, потому что нам было страшно, мы держались за ручки. Нам было страшно. И выйти из машины, когда он останавливался, мы не могли, потому что он блокировал двери, там даже этих заглушек таких не было. Но у подсудимого своя версия. Никто не говорил из девушек, чтобы я тормозил. Все вместе катались, все вместе выпивали, все вместе катались. Вы признаете свою вину? В плане ДТП я полностью свою привезу. После случившегося мамы Ренаты Лариса Викторовна находилась в состоянии аффекта. В аварии погибла ее единственная дочь. И женщина не сдерживала своих эмоций. Вы представляете, он даже заявление на меня написал, что я его угрожаю убить. У меня был суд. Да? Да, за угрозу убийства. Представляете, мужчина, молодой, сильный, 26 лет, убил у меня дочь и на мать заявление написал. Тогда в иске Алексею Крючкову отказались. Сегодня он сам выступает в роли обвиняемого. За гибель двух человек суд может приговорить его к 9 годам лишения свободы. Евгения Кокширова, Максим Колчанов, Новости на ТНТ. Митинг отменяется. Запланированная на завтра на площади первостроителей акция «За теплоход» не состоится. Об этом заявили инициаторы митинга. Группа березняковцев решила привлечь внимание общественности к ситуации с речными перевозками и по линии «Березняки-Быстрое». Напомню, что подрядчик на этот маршрут до сих пор не определен, так как нет желающих. Вся проблема в убыточности таких перевозок. Выручка от проданных билетов маленькая, а субсидий из краевого бюджета не хватает, чтобы покрыть все расходы. На этой неделе глава города Сергей Дьяков встретился с обеспокоенными горожанами и заявил, что ему удалось добиться выделения дополнительных средств Министерством транспорта Пермского края. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в ближайшее время будет определен подрядчик. И летом березняковцы смогут ездить на теплоходе до «Быстрой» и «Тамани». В связи с решением проблемы, запланированный на завтра митинг, отменен. Сколько домов в Березняках признаны аварийными, и почему городские власти не хотят выплачивать их жильцам деньги? Чем занимается правительственная комиссия по недопущению негативных последствий техногенной аварии? Эти и другие вопросы стали ключевыми на очередном заседании Совета директоров при главе города. Подробности у Елены Вавиловой. Первый вопрос наш, Сергей Петрович, поэтому мы готовы поделиться нашими вопросами, планами развития на ближайшие пять лет. Заседание Совета директоров на этот раз проходило на Березняковском содовом заводе. И на правах хозяина встречу открыл исполнительный директор предприятия Александр Мехлис. По основным вопросам заседания Совета директоров докладчиком был глава Березняков Сергей Дьяков. Он рассказал о работе правительственной комиссии по недопущению последствий техногенной аварии. Главная задача, стоящая перед комиссией – расселение аварийных домов в Березняках. Для этой цели с 2014 по 2017 годы в город придут федеральные деньги. Речь идет о миллиардах рублей. Мы не хотели бы, очень не хотели бы выплачивать деньги просто за реализацию квартиры. Мы хотели бы все-таки предоставлять людям квартиру в новом построенном доме. Нам мешает в этом вопросе 32 статья Гражданского кодекса, которая говорит о том, что дайте людям деньги, пускай они что хотят, то и делают. Сергей Дьяков на правительственной комиссии намерен настаивать на том, чтобы на правом берегу началось строительство нового микрорайона. Основные коммуникации там уже есть. Из 1 400 многоквартирных домов в Березняках аварийными сейчас признаны около 50. В основном это панельные дома старого типа, хрущевки и двухэтажные дома. По словам Сергея Дьякова, жильцы бы только выиграли, получив за старое жилье новые квартиры с большей площадью. Для того, чтобы убедиться, сколько людей согласны сегодня получить новое жилье и сколько людей сегодня хотели бы получить деньги, мы возьмем в качестве примера два дома, которые признаны аварийными. Свердлово 110 и Мира 38. К концу этой недели мы будем понимать всю ситуацию. В этом году на программу по расселению из аварийного жилья деньги выделили Край и компания «Уралкалия» по 539 миллионов рублей каждый. Итого 1 миллиард 78 миллионов рублей. Елена Вавилова, Степан Некрасов. Новости на Тенте. Мы продолжаем совместную с газетой неделя.ру рубрику «Жалобная книга». Ее очередная страница посвящена теме замены электросчетчиков. Более 40 тысяч горожан получили соответствующие письма от Пермэнергосбыта. И многие березняковцы жалуются, так как установка новых приборов учета обойдется недешево. В каких случаях электросчетчик действительно нужно менять и за что жильцам придется заплатить, разберемся прямо сейчас. В марте я получила письмо от Пермэнергосбыта. Мне предложили поменять счетчик. Как и Галина Ефимовна, такие письма счастья уже получили многие березняковцы. Менять старые приборы учета с истекшим сроком эксплуатации и классом точности 2,5 горожан просят Пермэнергосбыт. Вы прекрасно видели уже результат работы комиссии временной, которая работала в депутатской группе. Одно из заключений, приборы учета старые, которые фактически было доказано, что они недоучитывают примерно от 15-20% объема электрической энергии. Потому что счетчики стоят инвестиционные. Насколько правомерны действия энергетической компании и кто на самом деле должен платить за замену электросчетчика? С такими вопросами мы обратились к адвокату. В соответствии с приказом Министерства энергетики от 2003 года, от 13 января номер 6, а также в соответствии с Федеральным законом об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, предусмотрено, что замена счетчиков должна осуществляться за счет средств собственника. Собственник жилого помещения может обратиться в энергетическую компанию, где ему помогут выбрать новый прибор учета и предложат специалиста, который произведет все необходимые работы по замене прибора, а также опломбирует и зарегистрирует новый аппарат. Если вы и сами неплохо владеете навыками электромонтера, то можете произвести замену прибора учета самостоятельно. Приобрести новый счетчик можно в энергетической компании или в магазине. Гарантия в данном случае будет распространяться только на сам товар. Выбор нового прибора учета электроэнергии – тоже вопрос немаловажный. Современные счетчики делятся на однотарифные и многотарифные. Выбирая однотарифный прибор учета, вы сэкономите на его покупки. Однако специалисты говорят, что многотарифные счетчики более выгодны для горожан. Стоимость приборов, она как бы довольно-таки варьируется от 599 рублей до 1190, стоимость прибора, плюс установка 600 рублей. После того, как вы приобрели и установили новый прибор учета, вам необходимо его опломбировать и зарегистрировать в энергетической компании. Для этого вызовите на дом специалиста из Перминергосбыта или Новогор Прикамье. Если первая организация, по словам адвоката, не имеет права брать плату за эту работу, то Новогор, как сторонняя в данном вопросе организация, выставит вам счет в размере от 150 до 260 рублей. Печатную версию нашей жалобной книги читайте завтра в свежем номере газеты неделя.ру. И вот опять поет, звучит гитара. В Березняках состоялся галоконцерт 18-го городского фестиваля авторской и туристской песни среди детей, юношества и молодежи. В нем приняли участие несколько десятков исполнителей. Главная цель этого мероприятия – выявить лучших юных исполнителей бардовской песни. Тех, кто тронув струнной гитары, может затронуть и струнной души. В этот вечер со сцены прозвучало 22 песни. Исполнители соревновались в трех возрастных группах и нескольких номинациях – солисты, ансамбли и дуэты. Массу эмоций и ярких впечатлений на этом галоконцерте получили не только участники, но и, конечно же, зрители. Многие из них смогли вместе с вокалистами исполнить знакомые мелодии. Есть песни, которые вызывали мне мурашки по коже, и это благодаря голосу, гитаре. Ребята поют хорошо. Мне особенно нравится, когда поют малыши. Приятное такое очень впечатление, что дети у нас такие талантливые вообще. Очень хорошо поют. И музыканты хорошие. Вообще прекрасно. Ну и в конце выпуска напомню, что в честь дня рождения программы «Новости на ТНТ» мы проводим специальную акцию для телезрителей «Нам один год». Задание первого тура – сочинить частушку. Программа «Новости на ТНТ» объявляет акцию «Нам один год». Первый этап – сочинить частушку о программе «Новости на ТНТ» и отправь ее на наш электронный адрес. Или звони по телефону 20 16 20. Участвуй в акции и выигрывай главный приз – телевизор. Генеральный партнер – магазин «Технопрестиж» на юбилейной 111. Далее вас ждет прогноз погоды и программа «Это реально». А я прощаюсь. С вами был Артем Рахматолин. Всего доброго и только хороших новостей. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ Днем 2-4 градуса выше нуля. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Информация предоставлена Центром ФОБОС. Впервые в Березняках с единственным выступлением. Рушель Блаво ждет вас на новую авторскую программу «Музыка, которая лечит». Дворец культуры имени Ленина 22 апреля в 19 часов. Билеты покупайте в кассах ДК. Все для системы отопления. Котлы от 8 тысяч, насосы от 1 тысячи, радиаторы от 300 рублей. Все очевидно. Технологии климата. Левый пристрой строймаркета «Агроснаб». Советский проспект 2. Телефон 29 25 99.